Ты видишь, да, вот этот вот секретик? И мне нравится вот эта вот рукотворность, немножечко такая мятость. А тут раз и такой вот интересный арт-объект. Это абсолютно правильное решение, абсолютно оправданное. И я рада, что я рискнула. Всем привет! С вами Оля Качанова. Проект «Как живут другие». Сегодня я нахожусь в Челябинске. Мы совершаем рейд по родителям. И мне удалось сегодня лично попасть на съемку к дизайнеру в квартиру, которую она делала для себя. Будет очень интересный выпуск, красивый, вдохновляющий, с отечественными брендами, которые вы можете поставить у себя дома. В общем, смотрите это видео до конца. Погнали! Юля, привет! Привет, Оля! Спасибо огромное за приглашение в моем родном городе. Увидеть такой потрясающий дизайн, я в восторге. Давай сразу, где мы находимся, кто здесь живет, чтобы людям было понятно, для кого строилась сия красота. Здесь живу я вместе со своей семьей. Это супруг, моя младшая дочь. Старшая дочь уже взрослая, она с нами сейчас не живет. Купили мы эту квартиру сразу после большого карантина. Она находится в совершенно уникальном для Челябинска месте на краю городского бора. Я сразу покажу. Поэтому такой шикарный вид. Конечно же, он и был причиной, почему мы остановились именно на этой квартире, невзирая на сложности, определенные с планировкой исходной. Потом обязательно про нее поговорим. Площадь и высота потолков. И пойдем смотреть кухню. Площадь чуть менее 100 метров, 98, если точнее. И в чистоте здесь получилось чуть меньше 3 метров. В коридорах, за счет того, что у меня здесь разводка канального кондиционера, потолок чуть занижен. Но в помещениях во всех сохранена максимальная высота. Ну и так как ты ремонт делала уже в сложных обстоятельствах по доставкам, я не буду даже спрашивать тебя про цены, но буду спрашивать про отечественных производителей и про все то, что сейчас нам доступно. Мне очень хотелось, чтобы у меня были какие-то интересные авторские вещи. Но на коллекционный дизайн, собственно, я даже не претендовала. Поэтому мне показалось интересно рассмотреть именно предметы отечественных производителей. Ты знаешь, обычно я сразу говорю, давай посмотрим кухню, давай походим по кухне, но тут я не могу пройти мимо светильника. Давай рассказывай историю. Я страшно хотела именно эту люстру в интерьер. Первое, что меня в ней привлекло, это вот такой аммаш классическому дизайну. То есть она напоминает целую классическую люстру. Но вместе с тем совершенно современный дизайн. Обратите внимание, какой честный дизайн. Здесь не скрыты ни крепления, ни источники света. То есть они не завуалированы никакими дополнительными декоративными элементами. То есть все по-честному, так, как оно есть. Меня очень привлекло вот это вот сочетание хрупкости и грубости. И стол, соответственно, я подбирала к ней на контрасте. Такой же, даже вот лапидарный такой, прямой, брутальный несколько. Мне кажется, они в контрасте очень интересно работают. Давай тогда про стол тоже сразу расскажем, потому что он секретиком. Ребят, я такого никогда не видела. Смотрите, что там внутри. Это целое гнездо, назовем его так, да, Юль? Да. Ты знаешь, Оль, у меня супруг достаточно высокого роста мужчина. И он немножко волновался по поводу стола на единственной центральной опоре. Потому что, ну, ты знаешь, проблемы высоких людей. Это вечно ноги в самолете не вытянуть, ничего такого. И когда я увидела это стол, говорю, во! С ногами проблем не будет. Ну, собственно говоря, здесь по посадке никаких сложностей нет. Ну, вот гнездо или дупло оно осталось. Мне кажется, оно очень интересно работает с улой, там такую изюминку создает. А из чего вообще стол? Знаешь, обычно, я тут недавно спросила, говорю, ну, стол и стулья, это же около 100 тысяч. Обычно люди что-то придумывают, и мне хозяйка говорит, нет, ты знаешь, ничего не придумывают, я примерно за столько и купила. Ну, в общем, да, примерно за столько и купили. Стол, это шпон, композит какой-то, что-то типа стекла, он немножечко светопрозрачный. Собственно, вот в форме сама прелесть. Прекрасен он. И знаешь, пока от него не отошли, давай еще поговорим сразу про декор, потому что у тебя тоже всяких интересных вазочек, какой-то керамики, подносов, очень много. Керамику подбирали, когда интерьер уже был готов. Здесь мне помогла моя коллега-интерьерный стилист Настя Баур. Керамика, авторство нашей екатеринбуржской художницы. Бренд называется Unlike Keramik. Ну, Unlike типа не нравится, не бери. Поэтому вот оно такое кривенькое, чуть-чуть ручное. И мне нравится вот эта вот рукотворность, немножечко такая мятость. В сочетании с большим количеством вертикалей, прямых линий, таких вот работы с плоскостями, мне кажется, это очень интересный контраст создает. Ты так интересно рассказываешь, но это тот случай, когда ты ничего не понимаешь про вертикали и горизонтали, но смотришь, и тебе кажется красиво. Привет! Мы вернулись после двух лет жизни на Карибах. И, конечно, в первую очередь мы поехали к родным. Это пасека родителей моего мужа. И тут я не случайно хочу с вами кое-чем поделиться. Пока мы занимались делами в Москве, наши дети тут проводили время в лесу с дедушкой и бабушкой. Мы, конечно же, постоянно связывались и по обычной связи, и по видео. Помимо этого дети, конечно, играли в мобильные игры, смотрели мультики. Ну и трафик, конечно, улетает с пчелиной скоростью. Знакомая ситуация. Нашим спасением стал выбор пчелки Бадзи в рамках тарифа А от Билайн. Благодаря ей можно подкинуть дополнительный трафик своего пакета родным и близким. И на этом плюсы не заканчиваются. Выбирая Апера Баззю в приложении Билайн до 27 августа, вы сможете забрать бонусные 50 гигабайт трафика для всей семьи, не выполняя задания. Помимо бонусных гигабайт, пчела Баззи делает общение большой семье выгоднее. С ней можно добавить к своему тарифу до 5 номеров близких с 50% скидкой. Ссылка в описании. Получайте больше с тарифом Ап и пчелой Баззи. Будьте на пчеле всей семьей. И никто из ваших близких не потратит ни минуты, ни гигабайта зря. Ссылка внизу. Давай, наконец, поговорим про твою кухню. Она огромная, высокая. Видно, что много мест хранения. Но у меня, конечно же, вопрос. А ты вообще на ней готовишь? Да, это, кстати, вопрос, который возникает у многих моих друзей и знакомых, которые к нам приходят. У меня пунктик, чтобы столешняя была совершенно почти как хирургическая. Ничего на ней не стоял. Для этого, конечно, есть и места хранения в достаточном количестве, и место для интересной посуды. Просто я все убираю. Это привычка, и для меня сложности здесь никакой нет в поддержании этого порядка. Потому что, когда проектировалась эта кухня, изначально для каждого предмета предполагалось определенное место. Например, мне очень хотелось сделать кухню без верхних шкафов. Ну, знаешь, такая полка, на ней какие-нибудь картины, декор. Но я когда просчитала все, я поняла, что у меня не входит сушка, и у меня не входит бокалея. И я поняла, что верхние шкафы мне будут необходимы. Ну, это потому, что посудомойку я планировала полноценную на 45. Все-таки это не очень удобно для семьи. И в связи с тем, что место пенала у меня занимает морозилка. То есть вот это холодильник, морозилка. Такая большая, давай заглянем. Морозилка, да. Ого! Такая вот морозилка. А в какой компании? Так, а кто это у нас? Бошь. Супруг занимался выбором техники. Поэтому я даже, честно говоря, не вникала. Вот, кстати, ты классный момент сказала. У нас же ведь есть свое дизайн-бюро, и мы помогаем людям проектировать по комнате. И мы столкнулись с тем, что многие люди говорят, мы не хотим верхних шкафов. Или, например, мы хотим большую столешницу. Но когда берешь в руки метр, то получается, что людям сложно сопоставить картинку и размеры реальные своего помещения. И в некоторых случаях просто это невозможно. Кухню надо проектировать еще на этапе планировки. Не когда ремонт закончил, и надо бы заказать кухню. Нет, залог успеха в том, что места хранения должны быть продуманы еще до начала ремонта. В процессе эксплуатации у вас не найдется места, если оно не было заранее предусмотрено, отдаля гладильник, доски. И возникают вот эти вот сушки, главный враг дизайна. То есть причина не в том, что человек не может поддерживать порядок, а в том, что изначально не были продуманы места хранения. Это очень важный момент. Пойдем поговорим про вот этот прозрачный у тебя шкаф, который явно продуман заранее. И он так хорошо здесь воздушным выглядит, поддерживая балкон, вид, освещение. Есть достаточно много посуды и бокалов, которые жалко было прятать за глухими фасадами. Поэтому я сделала вот такую витрину. Здесь глубина вот этого выступа, она намного меньше, чем глубина самой кухни. И возникла вот такая идея сделать витрину. И она действительно стала украшением этой кухни. С рифленым стеклом вот с этим были сложности. Очень долго мы его ждали. Но я считаю, не зря. В общем, оправдывает она ожидания. Не зря, особенно потому, что у тебя фасады у кухни тоже рифленые. И вот, кстати, они же довольно-таки актуальны. Пойдем про них поговорим. Из чего они, где ты их заказала и довольна ли ты в быту ими? Сложностей с ней никаких не возникает. В уходе это достаточно легко. Открывание у меня за нижний фасад. То есть, я бы сказала, достаточно практичное решение. И кухню ты заказывала где? Здесь, в Челябинске? Да, это делало местное столярное производство. Абсолютно всю корпусную мебель делал один подрядчик. Давай еще поговорим про стену. Что это? Керамогранит? Это керамический гранит. Поскольку здесь кухня объединена с гостиной, мне хотелось максимально объединить это по материалам. Поэтому пол, там же балкон присоединен на самом деле, фартук, это все один материал, чтобы не дробить. И мне хотелось все-таки сделать здесь немножечко фактуры, но чтобы он не перетягивал на себя внимание. То есть, кухня здесь солировать была не должна. Вопрос. Ты как дизайнер наверняка думала о каком-то рациональном использовании бюджета. Ну, я могу сказать, что неожиданно получилось сэкономить на столешнице. Для меня это действительно был сюрприз, потому что думаю, ну, кварц. Мне очень хотелось темную столешницу. Мне нравится, как работает вот эта горизонталь, такой тонкой черной графичной линии. И мне очень хотелось темную столешницу, а искусственный камень, ну, мы понимаем, что эта история такая царапучая, и поэтому однозначно кварц. И вот когда я выбрала вот этот вот кварц, выяснилось, что он, во-первых, недорогой относительно кварц. А во-вторых, размер его настолько удачный, что я укладываюсь в один лист. И столешница, не поверишь, она вышла меньше 50 тысяч. Вот такая вот столешница большая. Великолепно. В общем, я порадовалась. Двигаемся дальше. И я предлагаю посмотреть зону гостиной. Гостиная у меня получилась не очень большая, потому что приоритет все-таки отдан был обеденной зоне и кухне, поскольку основной вид открывается именно с этой точки. Мой супруг настоящий аудиофил. Я вижу, я уже приготовилась задавать вопросы. И главная дилемма была крупногабаритные вот эти колонки. Я ему сказала, ты знаешь, я не верю, что не бывает красивых. И он ведь нашел белые колонки, которые и мне нравятся по дизайну. И его устраивают по качеству звучания. Обратите внимание, тыловые колонки у нас монтированы вот в этот короб, где проходит коммуникация. Инженерка у нас вся для канальника выведена. И тыловые колонки выведены тоже в потолок. В гостиной, как ни странно, самое сложное изделие в этой квартире, это вот эта вот тумба. Она, во-первых, держит очень большой вес. И обрати внимание вот на эти пропилы. Они не просто так сделаны. Внутри очень много отверстий сделано. И в перегородке там отверстия. Потому что тестируется постоянно разная аппаратура. Приносятся какие-то безумные провода с безумными креплениями. Тестируются разные устройства. Ну да, чтобы... Поняла. Первый вопрос, который задают аудиофилы... Ты куда усилитель дел? А там все в тумбе. А давай поговорим про диван. Потому что это частый вопрос у меня на рум-турах. Потому что сложно найти хороший диван. Диван покупали, не посидев. И, честно говоря, вот меня устраивает. А муж немножко жалуется, хочет поменять. Все-таки не совсем он доволен именно как по глубине посадки. Так что вот чуть-чуть ему не хватает. Опять же, из-за роста. Двигаемся дальше. Я присмотрела у тебя искусство. Это работа Анатолия Калашникова. Это наш тренажерский художник. Люди как, видят абстракцию, они не понимают. И первая реакция сразу. Я этого не понимаю, значит, я это понимать не хочу. И усиленно это тратить не хочу. А на самом деле это надо воспринимать просто как пятно. Как вот, видишь, подушки подобраны, да, от картины. Это все, собственно говоря, от картины у нас. Подушки от картины появились. От картины, конечно. Пойдем еще посмотрим скульптуру. Мы с тобой уже за кадром обсуждали тот момент. Сразу встану, чтобы зрителям было видно. Вот согласитесь, если бы здесь было что-то крупноформатное, было бы очень пафосно. Что-то маленькое, ну, вообще бы потерялось, конечно же. Какой классный выбор, где ты ее нашла? Одновременно с картинами мы искали скульптуру. Потому что, видишь, если вот двигаться по коридору, это классная фокусная точка. И мне сразу было понятно, что это отличное место для какого-то арт-объекта, искусства. И подумала, что классно было бы здесь видеть скульптуру. Итак, двигаемся дальше. И мы, наверное, сейчас попадаем в такую неофициальную часть. Спальни, санузлы, коридоры, хранение. Пойдем смотреть. Я это тоже обожаю. Особенно, когда придумки есть интересные. Мне очень хотелось высокие двери непременно. Потому что при высоких потолках ставить стандартные двухметровые двери – это неправильно. Они смотрятся немножко заплатками на стене. Поэтому двери, ну хотя бы 2,30 – это сразу делает пространство выше, элегантнее, добавляет ему шика. И за высоту дверей переплатить стоит. Я могу сказать это однозначно. Ну и из-за таких дверей, как у тебя, я вообще даже не представляю, где ты их заказала, из чего они сделаны. Но они волшебные. Потому что за ними свет. С дверьми вообще отдельная история, почему они такие. Это совместное производство России и Италии. Когда я супругу сказала, что двери у нас будут однозначно высокие, он сказал, что только не вот эти вот твои с рамочками. У меня в виду классические филенчатые двери. При том, что молдинги у тебя на стенах есть. Это компромисс, да. Я сказала, ну, понимаешь, глухое полотно, да, просто ровное, без филенок, либо под покраску, ну, это очень грустно, монотонно и скучно. Нужны какие-то акценты. Поэтому давай ставить стекло в алюминии. И мне очень нравится, что в коридоры, благодаря вот этому решению, проникает свет. То есть он не выглядит глухим и выглядит еще просторнее, чем он есть. На самом деле он не узкий совершенно, но это еще добавляет тому объема. Ну и не побоялась здесь оставить довольно много места для прохода. Видишь ли, двери скрытые. И у скрытых дверей скрытая сторона, лицевая, она только одна. С обратной стороны, видишь, мы откос вот этот вот. То есть дверь в глубине получается. Поэтому я решила, что лицевыми сторонами двери у меня будут смотреть в коридор. Поэтому на открывание, естественно, нужно больше места. Это первое, видишь, двери. Да, чтобы не пересекались. Не пересекаются. И даже выходя из помещений, ты не мешаешь никому. И второй момент, когда ты выходишь из этого помещения, попадаешь в еще более просторное. Оно, кажется, еще больше, еще просторнее. Коридор, по сути дела, добавляет объема и гостиной тоже. Благодаря отсутствию верхней перемычки. Покупая эту квартиру, я понимала заранее, что либо я соглашаюсь на коридоры, либо гостиная у меня организуется вот в этой вот части, которая смотрит на городскую застройку. И видовая часть квартиры отдается детской спальне. Мне показалось, что это неправильно. И более того, пожив здесь полтора года, мы на данный момент уже живем. Это абсолютно правильное решение, абсолютно оправданное. И я рада, что я рискнула. И часть площади потратили на коридор. Здесь у нас санузел. Ты мне сказала, что он девочковый. Да, у нас два санузла. И так уж получилось, что они у нас и по гендерному признаку разделены. Этим санузлом пользуемся в большей степени мы с моей младшей дочерью. Поэтому раковину сделали побольше, чтобы пользоваться можно было вдвоем. Особенно, когда утром собираемся и торопимся. И поскольку для девочек это всегда достаточно много косметики, у меня вот такой шкафчик, он открывается в обратную сторону. И, стоя у раковины, очень удобно им пользоваться. А второй ящик уже для хранения организации быта. Шампуни, бумага туалетная и все остальное. Вот в этой нише она, конечно, делалась для того, чтобы эффект интересный создать. Углубление пространства. Но я действительно так живу. Вот такой порядок. Да. Это не для съемки, не для гостей совершенно. Убирается кто? Ну, в принципе, я не вижу никаких сложностей. Нет, у нас есть помощник, да, по дому. Но это не сложно, действительно, если у каждой вещи есть свое место. У меня куплены одинаковые дозаторы для мыла, одинаковые. И они просто переливаем туда все, что нужно. Не создается визуального шума. Похвалишь нам здесь какие-нибудь бренды? Вот, например, белые смесители. Сложно найти такие, чтобы не облизали. И вообще, это тренд. Я их часто вижу в последнее время в интерьерах. Ну, не то чтобы прям тренд-тренд, но интересно смотрится. Еще так не избито. Мне хотелось здесь идти до конца, поэтому любой металл здесь смотрелся бы, конечно, акцентом. Вот, поэтому смесители белые, это по фоне. Мы пользуемся полтора года. Удобно, что не надо как с хрома вытирать до конца тряпочка его. Довольно удобное решение. Давай еще поговорим про плитку. Кто тебе выложил рисунок и кто его нарисовал тебе? Ты знаешь, мне давно нравилась вот эта мозаика мраморная. Нравилась именно вот этим цветом. Каким пудрово-розовый, вот с этим вот чуть-чуть оранжево-терракотовым. По трубку как будто под дерево тоже. Да, и мне очень хотелось ее применить. Но целиком выложить из этой мозаики ту мачу, все-таки цвет достаточно активный. И очень хотелось мне ее скомбинировать с крупноформатом. Заканщикам, наверное, я бы, может быть, не предложила такого решения. Потому что это три разных подрядчика. Зеркала крупноформат, мозаика. Непредсказуемый результат. Но себе я решила, а почему нет? Нарисовала я это сама. И подумала, что надоест все-таки крупные такие пятна. Надоест. Приклею вот так сверху крупноформат, прям поверх этой плитки. И все будет замечательно. Ну нет, за полтора года не надоело. Более того, вот этот приглушенный свет и тон плитки, он очень правильные рефлексы дает на лицо. И ты себе в зеркале всегда нравишься. Слушай, у нас тут был спор однажды в комментариях. Вот еще подбирать свет стен под лицо. Ну вообще-то это очень адекватно, да, Вить? Ты знаешь, очень часто в последнее время есть запрос, да, на зеркала, в которых можно фотографироваться, в которых можно там видео снимать. Действительно. И там не совсем цвет важен. Важно освещение. Вот. То есть лучше не делать яркое освещение, как раз вот это приглушенное. Но самое мягкое освещение получается, когда оно не сверху, а сбоку. То есть от стен. Отражается, как от софтбокса. Именно. Именно. И вот этот розовый цвет, он просто дополнительный эффект создает. Пойдем дальше смотреть другие двери. Дальше по маршруту у нас детская. Но, пожалуй, предложу пройти сначала в гардеробную. Да. Гардеробная тут именно моя. То есть в маленьком помещении важно задействовать весь периметр. То есть не так важна площадь гардеробной, сколько периметр хранения. Это вот такой маленький лайфхак. Здесь у меня вешалки под длинные. Здесь два яруса под короткое. Ну, функционально разделено. И ящики. То есть хранение тут. Украшения. Вот. И я пользуюсь и утюгом, и отпаривателем. У меня есть гладильная доска. Но я целый ящик позволила себе потратить под вот такую маленькую... Ой, обожаю такие стучки. ...систему. Чехол я сделала съемный, чтобы легко можно было постирать. И то, что не берет отпариватель, вот эти жесткие воротнички, манжеты, очень удобно бывает под гладью. Здесь я розеточку специальную предусмотрела. Вот такой вот секретик у меня здесь хранится. Класс. Подрядчик сделал, да? Кто делал? Да, тот же самый подрядчик выполнил все это по эскизам. Давай поговорим сразу уж тогда и про огромный шкаф, который тебя встречает при входе. Когда я зашла, я даже сначала не совсем поняла, это стена так отдекорирована или что это вообще. И давайте я сразу пройдусь и покажу. Во-первых, скажу всем привет. Вот она я. Во-вторых, покажу вход. И вот он этот шкаф. Огромный, просто огромный. Как я уже сказала, планировка квартиры такова, что я сознательно шла на то, что у меня появятся большие коридоры, но я решила, что я их максимально использую под систему хранения. Но смотреться как система хранения они у меня не будут. Поэтому появились вот эти вра, создающие ритм. То есть как закрепить, ты видишь, да, вот этот вот секретик. Закреплены они на панели и внутри шкафа это место используется. Поняла. Нет, не обратила, конечно, внимания. То есть это вообще все дерево. Тут даже нет никаких стен. Это все МДФ, да, это все шкафы. Да, МДФ. На входе шкафы для обуви. То есть вот электрощиты здесь же, хранение для обуви. И поскольку у меня нигде не поместился книжный шкаф, верхний ярус у меня занимают книги. Глубина, простенка недостаточно для того, чтобы здесь поставить шкаф для одежды. Поэтому мне показалось логичным, если здесь будут шкафы под обуви. У каждого здесь свой ящичек у нас. У дочки и мужа здесь полки под обувь. А себе я сделала вот такой вот бувный шкафчик. Как в кино, знаешь. Сумочно, а бувной шкафчик. Прекрасно. Вот так вот. Вот. А правда на название будет квартира дизайнера? Да. Это на самом деле очень удобно. Еще бы. Вот. И в этой тумбе у нас хранятся варежки перчатки, что-то такое мелочи. А давай поговорим вот как раз таки и о тумбе, и о картине, и о керамике. Тумба того же самого производителя, что и стол. Это компания «Один гений» московская. Они очень интересные творческие ребята, классные штуки такие делают. Вот эту тумбу, по-моему, они на венецианской беннале даже выставляли. Может быть, не именно эту, но вот какую-то из модификаций. Да, она имела успех. Хотела здесь именно что-то вот такое интересное, незабешенные деньги, но привлекающее внимание и вызывающее эмоции. Поскольку остальная часть квартиры, она монохромная совершенно. Знаешь, не всем помещениям нужен цвет. Вот кто-то говорит, о, бежененько, скучненько. Не всем помещениям нужен цвет, особенно вот таким объемным, которые хороши своим светом, воздухом. А вот на входе мне хотелось немножко контраста, поэтому сюда я выбрала вот эти обои. Обрати внимание, вот эти вот хаотичные линии, крупный орнамент, это основание тумбы, поменьше, это вот рисунок в плитке и совсем мелкий. И это как раз-таки твой профессионализм как дизайнера, потому что сложно сочетать рисунки сложные. Принты сочетать всегда непросто, это действительно так. Но есть в этом вот определенный азарт, пойти по вот этой тоненькой, тоненькому краешку и... Немножко что-то для себя новое узнать, понять. Ну и опять же, было бы странно, если бы ты в коридоре все сделала белым, где нет другого вида, да, а там, где нужно смотреть на лес и природу, ты бы поставила что-то очень сильно привлекающее внимание и отвлекла от главной фишки квартиры. Для коридора, мне кажется, очень важно, чтобы свет был приглушенный. Вообще для коридоров очень классно подходят драматичные цвета, если честно, для вот проходных. Но у меня не так, поэтому не совсем тут эта идея реализована. Вот, очень мне хотелось вот этот вот светящийся фриз в коридоре сделать. Он действительно дает очень интересный эффект. Я достаточно редко использую этот прием в своих проектах, но вот себе сделаю. Ты знаешь, многим очень эта идея понравилась. Она действительно смотрится интересно, необычно. И создает вот эту изюминку коридору, которую, в общем-то, совершенно глазу как будто бы не за что зацепиться. Вот, то есть только свет здесь создает вот эту вот интересную игру, ритм определенный, только свет. Гостевой санузел. Санузел совмещен с постирочной. Вот здесь есть шкаф, где у меня стиральная машина, сушилка. И вот шкафчик с секретом, где стремянка, гладильная доска, пылесос. В общем, все, что я всегда по квартирам ищу. Да, да, да. Это все спрятано здесь. И образовался еще вот небольшой шкафчик под хранение косметики, химии и хозяйственных разных принадлежностей. Там тоже есть шкафчик, который используется. Вот тут корзина для меня. Такой вот у нас мужской. Мы его называем санузел. Очень мне нравится, что здесь внизу никакого хранения нет. И это так воздушно все смотрится, тогда сразу санузел кажется больше. Так и есть. Тут, почему он получился таким темным. Знаешь, мне очень нравилась опять же вот эта мозаика. И к ней в пару подобралась вот эта вот плитка. Она, кстати, сравнительно недорогая, это Индия. И мы купили этой мозаике буквально несколько сеток. И получилось вот такое недорогое решение буквально за три копейки, которое смотрится очень эффектно. И опять же вот этот контраст шика и брутальности такой. Я вижу еще сложный момент. Это зеркало. И в него встроен смеситель. Вот где с рабочими тебе нужно было найти общий язык. Я так понимаю. Ты знаешь, не с рабочими даже. Нужен просто хороший подрядчик по зеркалам, который сделает тебе отверстие там, где надо. Мы с ним заранее согласовали расстояние между ними, потому что зеркала чувствительны к этим вещам. И располагались смесители еще на этапе монтажа. С первого раза получилось? Да. Не всегда просто. Нет, проблем никаких не было абсолютно. Тут видишь, расстояние есть между зеркалом и раковиной, да? Свободно можно протереть. И важно, как еще падает вода, чтобы она не разбрызгивалась на зеркало. Поэтому я не могу сказать, что тут все бегут без ума с тряпочкой и вытирают это зеркало. Вытирают, но без фанатизма. Спальня небольшая. Здесь около 10 квадратных метров. Почему так? Огромная вентшахта, буквально метр шириной. Она вот у меня на две комнаты, включая соседнюю. Создавала серьезные ограничения по планировочному решению. Поэтому, поскольку это автоматически получалась самая маленькая комната в квартире, здесь решили разместить спальню. Это южная сторона. Поэтому здесь выбран был такой голубой цвет. Супруг у меня очень большой поклонник голубого. Поэтому он очень просил, чтобы хотя бы где-то голубой или синий цвет. Я хотела сказать, надо же было ему на компромиссы идти. И вот, пожалуйста. У нас получилось, как говорят французы, комнату размером с кровать. Но, в общем-то, по функционалу здесь все необходимо. Вот именно, что тут еще и нужно? Потому что хранение ходить недалеко. Вот гардеробная рядом. Есть даже рабочее место, либо туалетный столик мы используем тут ситуативно по назначению. И, поскольку квартира не очень такая большая, у меня под кроватью организовано еще дополнительное место хранения. Вот. Под редко доставаемые вещи. Там у меня лежат стульчики раскладные для гостей к столу, к круглому. Конечно, спрошу про принт на стене. Во-первых, прям для спальни хорошо, потому что тут отчетливо виднеются лица, да, людей. Ты знаешь, кто как воспринимает? Кто-то говорит, не слишком ли людно для спальни. Ну, мне очень понравился этот принт. И потом с вот этим серо-голубым золото. Это, на мой взгляд, одно из самых уютных, интересных сочетаний. И потом, когда интерьер монохромный, хочется где-то такую звезду пустить. В остальных комнатах золота мне было нельзя. Фрук попросила обойтись без... Версаля. Да, без версалей. А в спальне я себе все-таки немножко позволила. А вот смотри, я интересную тумбочку присмотрела. И вообще, давай так, в спальне у тебя ковролин. Я его не встречала тысячу лет. Ты знаешь, да, когда вообще с заказчиками обсуждаешь тему ковров, коврового покрытия, и все говорят, нет-нет-нет-нет, я не люблю ковры. А я вот очень люблю ковры. И ты сама понимаешь, площадь помещения очень маленькая, и постелив здесь ковер, ну, что бы это было? Ну, его бы вообще не было бы видно. И поэтому иметь под ногами вот приятную поверхность в арсисту мне очень хотелось. Я потому что очень люблю тактильность в интерьере. И поэтому меня не смущает в данном случае порог. Ну, ты видишь, я подбирала достаточно близкие по цвету, чтобы не было вот этой резкой границы по цвету, ну, опять же, по цвету, по материалу. Вот, поэтому меня ковролин не смущает нисколько. Это очень уютно, обволакивающее ощущение дает. Обрати внимание, здесь пол, потолок, стены, да, они все близки по цвету. Это размывает границу помещения, то есть глаз не фокусируется. И помещение кажется визуально больше, благодаря вот этому монохромному решению. Опять же, голубой цвет, он немножко все равно зрительно отодвигается. Но все же тумбочка. Давай, не тумбочка, а прикроватный столик, назовем его так. Это наш отечественный производитель. Она отливает, девушка, она сама дизайнер, отливает эти тумбы из вот этого белого бетона. Очень нравится. Весят они, конечно, много, тяжеленькие. Вот, ну ты знаешь, когда они пришли, первое, что мне пришлось объяснять семье, что вот эти сколы выбойные, это них. Это прелесть рукотворности и напоминание о том, что в природе нет совершенства. И опять же, давай поговорим про стул. Он тоже необыкновенный. И, наверное, это твоя душа, опять как дизайнера, да? Стул куплен был на Авито. Продавец занимается тем, что покупает вот старье, перетягивает. Ну, Авито, знаешь, это как рыбалка. На самом деле, очень хорошая штука, но это требует времени, определенной насмотренности и удачи. Тут уж как повезет. Кресло – это итальянский винтаж 80-х годов. Ну, прям исторической ценности оно никакой особенно не представляет. Но вот оно у них было переобито уже сразу в букле. Да, буклешечка очень сейчас такой материал трендовый, популярный. Вот, поэтому оно тут и появилось. Потому что, согласись, если бы здесь стоял стул более простой, квадратной формы, глаз бы ничего не цепляло, и он бы занимал место. А тут раз, и такой вот интересный арт-объект практически. Я не могу сказать, что оно очень удобное. Но поскольку на нем особо никто не рассиживается, в общем, я решила, что он вполне имеет место быть. Муж, конечно, немножко ворчит. Вот для него даже пришлось такую подушечку немножко сделать. А, то есть подушечка добавлена. Давай поговорим еще про зеркала, потому что у тебя их много в квартире, и они и работают с пространством. И, в принципе, как такое зеркало, здесь можно сюда принести, поднять, установить и при этом выжить. Ну, это вопрос к хорошему подрядчику. Они молодцы, здесь работали великолепно. Здесь, конечно, для маленького помещения это и работает и на увеличение пространства, и меняет его геометрию, естественно, такой усложняет архитектуру. Ну что, добрались до детской. Детская уже не совсем детская, правильно? Да, девочке 14, поэтому все-таки такая девичья комната. Здесь у нас настоящее заячье царство, ты видишь. Вот. А для меня, конечно, это был вызов в очень такое небольшое, совсем скажем, пространство весь функционал поместить. Из того, что просила сама дочка, она очень просила вот эту лавку под окном, и, собственно, мы ее здесь и сделали. Вообще, когда проектируете детские, в квартире особенно, нужно всегда держать в голове, что когда-то эта комната будет иметь какое-то другое назначение. Она станет либо гостевой спальней, либо кабинетом. Бывает, она становится музыкальной комнатой, ну, по ситуации. Поэтому об этом надо помнить. Дочка очень просила что-то яркое на стенах, поэтому вот такие акцентные обои, несмотря на то, что помещение не очень большое. Но мне кажется, это оправдано здесь, в этом помещении. И опять же зеркала, и вот рифленые стены. Все-таки давай назовем, кто это делал, потому что я... А, нет, это гипс. Ага, все, я думала, это МДФ. Нет, это гипс. Местное наше уральское производство гипса. Причем вот это было отрисовано специально для моего интерьера. Обратила внимание на вот этот узкий шкаф и торец у него открытый. Да, это выступающая в детскую часть вентиляционной шахты. Видишь, там вентиляционное отверстие на зеркале. И чтобы немножечко скрасить это впечатление монументальности от большого предмета к шкафу, я его частично поместила в нишу. То есть с той стороны, мы помним, в спальне эту часть занимает столик, а здесь частично утоплен в эту нишу шкаф. Все, что не поместилось туда, она убирает либо в ящике, либо в шкафчике. Она аккуратная, достаточно девочка, и поэтому ей не... Она говорит, что порядок поддерживать нетрудно. Застилает кровать, подушечки выкладывает. Сама. Сама, да. Хотелось немножечко усложнить пространство, опять же добавить света. Видишь, тут немножечко перекрывает корзина для кондиционеров свет. Поэтому вот это вот зеркало, оно компенсирует как раз вот эту историю всю. И последний вопрос у меня про свет. Света здесь много разного. Дочка очень просила подсветки. Сталкиваюсь, общаюсь с подростками, с тинейджерами, и почему-то они все как один, все как один просят RGB подсветку, чтобы можно было с пульта регулировать цвет. Ну, конечно. Ну, еще бы. RGB я тут все-таки делать не стала, но подсветки у нее есть. Вот видишь вот эти вот световые линии, встроенные, которые создают вот этот вот свет, ведущий неоткуда. Когда выбираем люстры, очень часто встает вопрос, особенно современный свет, но она же не светит. И я всегда объясняю, что люстра это атмосфера, декор и предмет роскоши. Люстра может освещать только себя. Обычно общий свет мы добиваем точечными светильниками, либо треками, либо каким-то встроенным светом. А люстра это все-таки прежде всего декор. Юль, спасибо тебе огромное за этот рассказ. Очень интересно, вдохновляюще, полезно. Много брендов классных. Но мы всегда любим услышать в конце какой-нибудь совет о жизни или о ремонте. Я на заре своей карьеры особенно достаточно часто консультировала людей. Причем 80% случаев ситуация выглядела следующим образом. Ремонт почти закончен, либо движется к концу. Уже уложено напольное покрытие. И предстоит выбрать либо цвет стен, либо обои уже есть. И человек задается вопросом, какого же цвета мне шторы-то повесить? Или выбрать диван, или краску для стен. Какого же это должно быть цвета? Что тут сейчас картинка сложилась? И ты знаешь, зачастую о цвете думать поздно. Если нет, качественная основа интерьера, а она складывается из продуманной планировки, из продуманных мест хранения, из организованного быта. Если этого нет, то цвет шторы или дивана, он мало что изменит на самом деле. Поэтому о красоте нужно думать на этапе планировки. Потому что красота – это математика в первую очередь. Как это не покажется странным? Да, эмоцию, цвет нам дает эмоцию. Но структура, скелет пространства – это планировка, это очень важно. Поэтому не пренебрегайте этим. Продумайте все еще на этапе начала ремонта. Спасибо большое. Итак, вы смотрели, как живут другие. Жду ваших лайков этому видео, комментариев внизу под этим видео. А также напоминаю, что инфобокс у нас всегда полезный. Раскрывайте его, смотрите там полезные ссылки, переходите по ним, находите все, что вам понравилось в этом видео. Конечно же, мы будем очень вам благодарны, если вы поделитесь этим видео с теми, кто сейчас находится в ремонте. Им польза и нам приятно. Увидимся в новых выпусках. Они будут очень интересны. До скорых встреч. Пока-пока. Делаем ставки, господа. Там тоже идеальный порядок. Многие, заходя в квартиру, думают, что это проход, например, на балкон. Это занимает буквально две минуты. А такое ощущение, что тут всегда вот прям чистота, как будто им никто не пользуется. Я мечтала о ней столько лет. У меня уже был готов список, что точно здесь будет. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...